Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале, меня зовут Инга, и сегодня мы с вами продолжаем играть Ведьмака Третьего Дикая Охота, а именно мы продолжаем с вами Квест про Суккуба, а именно заказ опасное развлечение. Да, вот с этим вот одурманином мужичком, который явно не понимает, что происходит, мы с ним поговорили в прошлой серии. Смотрите, он... Может, он поступья? Он не помнит, где он, что он, как он, и у нас есть сильное подозрение, что... Что-то тут не то, что его очаровал Суккуб, как сказал Вера. Так, найти вход в дом, нам говорят. Ну, вот же дверь. Так, а если Арт? Подожди, Арт. Вот. Пошу прощения. Голос садится, и, друзья, я вам сознаю, я вам сознаю, я тут все же пишу сразу же вслед за предыдущие, поэтому наши поиски затерянного двора, где мы должны купить седельные сумки, очевидно, затянувшись. Сплошной гоголь-моголь-моголь-моголь-моголь, да, не говори, слушай, вот тут сумочка, там старая шкура, сейчас нам за нее снимут... Шкуру... Шкуру... Что-то, 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 смотрите, они в карты играют. Моё почтение. А я с вами не могу, да? Доброго здоровья. Доброго здоровья. Понятно. Взяли луги, причиняя, поль пор, гон-моголь-моголь-моголь-моголь-моголь-моголь-моголь-моголь-моголь-моголь. Так, ну здесь светится... Подожди, подожди, Герлер. Да не так, чистый прям по этому мужику. Медвежье сало. О, какая ценная вещь. Как? Туда явно можно попасть. Хотя я могу ошибаться. Так, что еще? Попасть в этот дом. Попасть в этот дом. Запрыгнуть куда-то наверх. Вот что значит не иметь нужного дара убеждения. Тихо. Да ладно тебе. Это из-за того, что тебя вылечили. Теперь жизнь не хочется. О, в жизни надо рисковать. Хотя у вас, смотрите, еще тут какой-то вход есть в дом. Бедный горожанин. Могу сюда войти. И здесь закрыто. Ну что ж, друзья. У нас с вами будет серия поисков входа. Используя ведьмачьи... Ооо... Мы когда пользуемся ведьмачьим числем, видим исключительно то, что в сумочках. Что поделаешь? Вообще-то это была лавка торговца. Ну, что поделаешь, не говори. Бедный горожанин. Ой, там было много чего. Все это, кто это получишь? А, не знаю, не знаю, может и получу, а может и нет. Так, мне приходит в голову одна только мысль, что мы можем забраться куда-нибудь на крышу. Наверное, можем. Так, ладно. И хорошо, что у нас хоть сегодня погода хорошая, смотрите. Потому как, когда идет дождь в ведьмаке, нам ничего не видно и ничего не слышно. Так, ну, все. Тихо. Спокойно. Вульгарность у нас на лице написана. Похоже нам все-таки наверх. Это, конечно, опять же, не ассасин, но... Ну, вот дверь подсвечивается. Почему ее нельзя открыть? Ах ты. Сейчас нам настучат по голове. Да, я вас понимаю. Ничего страшного. Ничего страшного. Если он столько пьет, так может ты его бросишь? Пойдем, я к нему. Если он столько пьет. Наш мир сгорит. Так, ну, я не вижу, опять же, где... Тихо, спокойно. Я уже теряю терпение. Куда мне? Вечный огонь нас хранит. От творящей монстров оно снаслает. Вот там явно можно... Ммм, в окошко. Вот там же не зря все это сделано. Так, единственное, что... Как мне туда забраться? У меня есть предположения. Но это только предположения. Что мне теперь делать? Так, что мне теперь делать, говорит мужик? Я не знаю, что делать мне. Нет, так мы никуда не запрыгнем. Так, Геральт, а вот здесь запрыгнуть... На этот козырек. Как-то он может. Он может прыгать и... Подтягиваться. Что-то сейчас делал. Ой. Как бы мы этот квестик с вами не запороли. Из-за того, что у меня нету этого дара убеждения. Черт возьми. Ну, где еще можно залезть? Вот что ты тут лежишь? Я могу эти ящики... Разбить. Не надо орать. Горожанин. Так, нет. Здесь просто клетки. Но там есть какой-то вот за ними, за клетками, что-то есть. Так, может все-таки тогда арт? А? Так, мужик, ты, конечно, извини, ты тут лежишь. Но тебе сейчас, наверное, достанется. Не можем. Чему мы не можем это сделать? Геральт. Страшный позовите. Зачем стражей? Зачем звать стражей? Ага. Вот что мне надо сделать. Так внизу лежит этот мужик. Я, кажется, влюбиться. В кого это-то влюбился? Да, он не делает, когда человек у него на пути. Чтобы тебе пусто было. Так, мужик. Вот так вот. Нечего тут влюбляться. Иди отсюда. Что там идти где-то? Да, ребята, даже не знаю. Ну что ж, знаете, что я, наверное, сделаю? Я сейчас запись-то свою приостановлю. Хоть вы и не любите этого и говорите, что это там типа fast travel и так далее. О! Нет, я ничего не буду останавливать. Я неожиданно нашла дверь. Вот она. Ну вот, теперь давай-ка осторожненько. Пожертвование. А Экот что здесь делает, если так можно выразиться? Совсем глупый. Не видишь, что ли, ведьмака-то? Бестию должна быть какой-то возле. Дай мне дяжку. Ну, виданное ли дело? Я королю пожалуюсь. Вот так я бдала. Ты ж не берёшь. Ты ж философ просто. Диоген. Да, давай, давай, давай. Так. Ходит такой. Морда кирпичом. Людей пугает. Сундучок. Но в сундучке нету ничего. Ага. И вот ещё нищий сидит. Вечный огонь нас хранит. Отходящий монстр, а нос насылает. Да, 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 да. Вот эту лесенку-то я сверху видела. Угу. Очевидно, нам вниз. Шнётки с палками. Геральт. 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 Геральт, не падай. В чём дело? Только, пожалуйста, не выпрыгивай обратно. Потом опять в три часа будем искать сюда вход. Ну что, нам вниз. Здрасте. Отдалеть суккуба. Так, секундочку. Хм. Бестиарий. Нам нужен бестиарий. Суккуб, ещё раз пощадить я уже не могу. Леслав из села Малая в разговоре с суккубом за несколько дней дал принятие обета воздержания. Так, друзья. Ах, это изминат. Понятно, да, да, да. Жажду убийства. Они не жаждут нашего мяса и крови, а чаще даже не хотят причинить нам зла. А ими движет одно – безграничная похоть, которую они безуспешно пытаются утолить, используя для этого самцов иных видов, чаще всего людей и эльфов, которые, надо заметить, редко когда им сопротивляются. Это не значит, что суккубы и Минады не представляют никакой опасности. Их постоянные любезности и ласки, хотя сперва и кажутся приятными, многих в итоге довели до сумасшествия и даже смерти. Понятно, ладно. Дальше я даже не читаю. То есть даже рога не отталкивают, лишь бы там. Ну что ж, суккуб так суккуб. Масло против гибридов и квен. Окей. Так, тогда мы идём в наш рюкзак и смотрим, есть ли у нас масло против гибридов. Вот оно. Масло против гибридов. Так. Так, и что? И квен, да? Охранный щит. Одолеть суккуба, одолеть суккуба. Суккуба, ты где? Может, мы с тобой по-любовно договоримся? Где он есть? Очевидно, внизу. О, здравствуйте, мадам. Ты когда-нибудь слышала о ведьмаках? Ты пришёл меня убить? Так, давай сначала поговорим. Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому? Я не привыкла врать, и не привыкла убивать без причины. Больно уж ты хороша, барышня, несмотря на твои рога. Ты должна покинуть город. Тебе придётся покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придётся тебя убить. Да. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придётся соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И ещё вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдёт. Ох, и даже такие небритые ножки не пугают. Так, получить вознаграждение у стражника. Интересно, а что она дала? Нет, друзья, естественно, можно было с ней сразиться. Ну, мне хотелось на неё просто посмотреть. Во-первых, махноногенькая. Надо же, как интересно. Так, Сукуба, что у тебя тут есть? Нет, ничего. Неплохо живёт барышня. Ладно, давай, бывай. Я выйти здесь нормально могу? Могу. Зря только масло намазали. Ну, как говорится, осторожность не помешает. Возвращаемся к стражнику. Может, надо было и прибить её. Друзья, пишите в комментариях, как у вас это получилось. И что в итоге вышло, если вы выбрали путь убийцы Сукуба? Я знаю, как погибли стражники. Сукуб? Сукуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит ворога. Да, свет вечного огня только трензит. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, Сукуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательство. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Ну что ж, Сукуб цел. Мы целы. Мы получили очки опыта, аж 270. Скажите мне, что у меня повысился уровень, а? Так, давайте-ка посмотрим для этого наш инвентарь, что ли. Нет, уровень у нас ещё не повысился. Почему я об этом говорю? А потому что нам, друзья, нужно очко. Очко умений, чтобы прокачать нам красноречие, так называемое, дар убеждения. И чтобы убедить одного упрямого товарища о том, что на Скеллиге выросли, чёрт возьми, пальмы. Ну и заварил ты, как же в этом самом Локуине. Локуине? Это всё слова. Я давно играл. Так, и знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Я думаю, что я сейчас поставлю квест на Трис. Так, Скеллиги нет. Вот, Насон в большом городе. Это давало нам Трис. Это по основному заданию. И я думаю, что рано или поздно мы попадём в то самое место, когда продаются нужные нам вещи. Не помню, друзья, как они называются. В общем, какие-то болотные рощи или какие-то гнилые. Гнилая роща, вот, я вспомнил. Гнилая роща. Приятель! Слушайте, я вас вроде не так давно урезала, а теперь уже всё? Ножичком в зубах ковыряем? Понятно. И жить не хочется. Сейчас вам всем чистым хочется успеть, смириться. Это никуда не денется. Так, как сюда попасть? Опять сломанные двери. И тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер. Из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. То есть, о скромности не слово. Ну и бог с ним. Я ищу Карину. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло. Потому что Карина сейчас в моём доме. Уже несколько дней она снит его историю. Чё она делает? Подожди. А почему ты здесь стоишь? Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Ну ты всё правильно делаешь. Слушай, а зачем тебе история дома? Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Да у тебя бомжи поселились. Просто-напросто. Ладно, слушай, ты меня впустишь? Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Так, я понимаю, сюда. Искать сеновидящую в старом доме. Мне не нравится эта музыка. Нет, не то, что мне музыка не нравится. Она возникает каждый раз, когда что-то, что-то где-то намечается. Какие-то детские смешки. Тихо, Кираль, подожди. Нет, возьми факел. Чего ты? Да, наверху кто-то ходит. И я это слышу. Но меня ничего не остановит от сбора вареников. Ничто не отвлекет меня. Черт возьми. На самом деле, жидковато. Положи ее. Господи. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Не встань. Отойди отсюда. Не делай этого. Остань. Что это такое? Тихо, 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 тихо. Проснись. Это только сон. Проснись. Фух, елка, смолкнула. Да что, что такое? Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Не проливай ее. Так, а она так и не проснулась. Молочко мы возьмем. Подожди, чердак. Там и подвал был. Чердак. Ты же теперь крати орать. Ну, хотя она во сне. Тут уже ничего не сделаешь. Положи это. Положи это. Умоляю. Не, не, не. Подожди. Я соберу вареники. Они тут приспортятся. Не проливай ее. Пожалуйста. Чего? Не убивай ее. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Так, это чердак. Хорошо. Не, 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 не. Нет, друзья. Давайте-ка все последовательно. Я и так сюда поперлась. Давайте. О, господи. Текер, это ж уж такое-то. Нервы же как... А глины, а ты еще тут падаешь. Знаешь, никакого валидола на тебя не хватит. Вот давай здесь смотреть. Упс. А вот и... Так. Вареники. Печка. Что делает печка в подвале, интересно. Арт. О, как все запущено. Я даже не про гамбизон, а про то, что это же седло для скачки. И мы перегрузились. Взяв седло для скачки. Это же какие-то эльфийские эти самые развалины. Так, ну спускайся уже тогда. Еще одно седло для скачек. Так, ну окей, а зачем мы это разбили? Понятно. Я думала, что здесь проход какой-то будет. Нет, здесь просто какие-то... Ну понятно, сокровища. Так, ну и все, да? Больше тут ничего нету. Ладно, уходим. Откуда тут у них мухи? Что за хе-хе-хе? По-моему, тут домовой какой-то, честно я вам скажу. Как мне кажется. Как мне кажется, тут какой-то домовенок. Но это вовсе не значит, что он безобразит тут. Хотя... Судя по всякому хихиканью и проказам, возможно, что это домовой, который просто сердится. Ну что? Иди наверх, Геральт. Кто там? Ага, отыщение чердак. Вот это правда смешно. Так. Раньше коровье молоко нам не помогало... Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Ну да. Ну так нам это расплюнуться. Где-то ходит стульчик. Да, вижу, 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 вижу. Я вижу, что там что-то лежит. Ну я сначала все оберу, потому что, бог его знает, квест пойдет дальше. Тут все развалится, дом сгорит или еще что-нибудь. И мы останемся без серебряной руды и винограда. Поэтому сначала надо все забрать. Ну, это лично мое. Так, о-о-о, плаву-ду. Трепичная кукла. Так, это какая-то записка, да? Рисунок колыбели. Прочитать. Куклу надо положить в колыбель. Лист с поспешно нарисованной кроваткой. Странно все это. Кукла. На рисунке она лежит в колыбели. Может, стоит найти колыбель? Капитан, капитан, улыбнитесь. Даггерет, стоит найти колыбель. То, как где она? Вообще-то мы уже тут так все осмотрели, в принципе. Еще что-то где-то надо сдвинуть. Подожди, давай-ка уберем факел и подсвесим себе ведьмачьим зрением. Нет, я ничего не вижу. Так что пошли искать колыбели, где бы она не была. Так, Геральт, я исключительно не для того, чтобы посмотреть на тебя, а чтобы посмотреть, что там еще выше. Нет, там вроде уже ничего выше нету. Так, а в подвале вроде я вот не обратила внимание, друзья, была там колыбель, не была. Колыбель. Колыбель. Так, здесь тоже нету. Положить куклу в колыбель. Майн гот. Наверное, значит, какой-то дух какого-то ребенка, который здесь жил, возможно. А тут еще есть одна дверь. Ага. Ай, ма-ма-м. Так, подожди колыбель. Не курысти ради, как говорится. Ну, а кто там сзади? А сзади на Твери появилась записочка. Так. Хорошо, подожди. Тут еще шкафчик неокученный остался. Вот тут тоже кукла. Чем посимпатичнее. Так. Давай смотреть, что там на этой записке. Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. О, да это не загадка. Печь и ведем в подвале. Да. Может, там будет еще подсказка? Да-да-да, мы же были с тобой в подвале. Все. Не надо нам ничего читать. Так. Карина, спи. Не растеряй свои прелести. Я сейчас приду. Так. Где там? Как там было-то в подвал? Вон. Смотрите, как интересно. Геральт помнит, что он уже был там. Ну, давай-давай-давай-давай. Спускайся. Так. Вот стенку мы разбили. Печка. Ну, вот печка. Давайте смотреть. О-о-о. Ивасик? Нет, это не Ивасик. Ну, испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отважный. А испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара. А то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я на славу ей страшные сны. И не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Да уж. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Я знаю, что ты не опасна. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ну как, и Васик? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя у сновидящей кошмара, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны, это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Ах, это твои шуточки. Понятно. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Да ты свободный человек. Свободная барышня. И так просто его не оставят. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу. Давай договори, договоримся. Но Викград это не место для прибушков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят. И заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак. Он мне поверит. Да, да, да. Сделать так. А я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Нини, ты очень красивый, знаешь. Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Слушай, вас надо с этим самым... С Ивасиком свести. Но твои желтые глаза меня чуточку пугают. Смотри, а у меня красивые глаза. О, да, да. Ты вообще красавица. Сара. Ладно, пусть Сара живет действительно в этом доме. Я не знаю, конечно, как быть с этим банкиром. Эх, сновидящая. По большому счету, нам-то нужна именно она, а не банкир и не Сара. Ну что, Карина, Тилли, с добрым утром. Ты кто? Меня прислала к тебе Трис Моригольд. Мамочки. У меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Ну вот, у вас теперь есть дом. Мы тут будем жить с Сарой. Так, кроватка тут, конечно. Да, та еще. Так, ну, поскольку мы тут все обобрали, уже осталось тут еще коровье молоко, я думаю, что пора отсюда уходить, сказать этому несчастному товарищу, что, извини, мужик, дом. Тю-тю. Это по большому счету и дом-то? Истина такова, что мы уже... Я видел, что госпожа Тилле вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? Ох, совсем наоборот. Ага, теперь я могу либо сдать прибошку и сказать, я знаю, что происходит в доме, или я не смог снять проклятие. О, друзья, вот это опять аморальная дулема. В принципе, я склоняюсь к тому, чтобы сказать, я знаю, что происходит в доме. Или я не смог снять проклятие. Давайте я все-таки так попробую сказать. В твоем доме поселился прибожек по имени Сара. Вредная маленькая девчонка. Я не стал ее трогать, но думаю, тебе стоит знать, что она там. Спасибо за честность. Сможешь ты меня избавить от этого создания? Ты сам справишься. Просто сожги немного лопуха в печи. Прибожки ненавидят лопуховый дым, так что Сара тут же сбежит. Не стану я воевать с чудовищами. Большие они, или там маленькие. К дьяволу. И прибожков этих, и дом. Продам его какому-нибудь доверчивому дураку. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Так, ну что ж, а нам надо Карине в золотой осетр. Продаст его какому-нибудь дураку. Ну что ж, ладно, Сара останется там. Это уже хорошо. А мы летящей походкой, потому что быстрее идти мы не можем, поскольку, да-да, мы перегружены. Направляемся к нашему заданию. Кстати, золотой осет, так насколько я помню, должен быть где-то здесь, недалеко. Так что я думаю, приключения ищешь. И вот не знаю, опять же, конечно, в игре, смотрите, всегда есть какой-то выбор, и... А если бы мы стали гонять Сару, неужели нам пришлось бы убивать припошку? Мы могли, в принципе, наверное, просто выгнать, она бы не стала с нами драться, я думаю. Мы могли бы выгнать ее из дома. Кстати, а где Ивасик? Вот их бы с Ивасиком, она же девочка, да? А Ивасик вроде как прибожек-мальчик. Они бы были чутной парой. Бежим. Ну, кстати, вон, тут торгуются где-то есть. Знаете, так и рубятся в карту. Я перестал туда ходить с тех пор. Так, это вот лавка, да? Так, конечно. Хорошо. И посолился с остальными из большой четвертой. Он должен быть или сел не лупый. Сел не лупый. Так, ты торгаш? Нет. Кто тут торгаш? А, вот ты в очках. Ну, пойди сюда. Прошу! Прошу, прошу! Партия в вин... Нет, давай мне свои товары. Что у тебя там? А это что такое? Свеча? Так, мне нужны были, кстати, семена с пареньем. Вот это мне точно надо было. Помню, как сейчас. Берем все. Так, ну и в принципе, вроде больше ничего. Печень волка. Так, что я тебе могу продать? О, я тебе могу продать вот это все барахло. Он, правда, не так сильно дурак, и все это дело берет. Ну, какая разница? Я думаю, что... Бандиты будут нам попадаться, а нам главное сейчас просто избавиться от веса. Вот так вот. А мечи мы продадим уже к кузнецу. Я думал, что у него они будут стоить подороже. Ну, вот, как-то так. Будь здоров. Будь здоров. Мужик. Вот теперь мы можем и бегать. Порядок, есть порядок. Порядок, есть порядок. Так, ага. Вот он, золотой осетр. Все, все, все. Я вспоминаю. Эти злачные места нашего первого прибытия в этот славный город. Где она есть? Она, очевидно. На втором этаже, да? Или нет? Наоборот, здесь подвальный этаж. Я так понимаю. Где там машина? Умера. Слышал? Какая-то труппа цирковая перешла дорогу Менге. Слышал. Слышал. Дай тиши, спокойно. Ой, что-то у меня выясницу ломит. А вообще ты не плох. Я знаю, я знаю. Я совсем не плох. Я даже хорош. Так, нет, и есть второй этаж. Вот мне куда вниз. Похоже, мне наверх. Мне вот, чтобы перебить вкус соленой рыбы, надо нажраться, как свигеть. Хорошо, хоть мы вас не подвозь. Подговорчики тут, конечно, веселые. Так, ты тут? Подожди, барышня. О! Здрасте. Здесь я сню. В жизни не видел, как работают анаэроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. О, друзья. Да расскажи мне основедение для начала. Расскажи, в чем заключается твой дар? Трудно это описать. Сначала я стараюсь понять связи, которые объединяют человека с тем объектом, о котором я должна видеть сон. Я задаю много вопросов, стараюсь назвать чувства, эмоции. Важна искренность. Да, ну что ж, давай начнем. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Давай дурацких вопросов. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Так, она видела мою смерть. Когда-то я спас ей жизнь. Я тренировала ее в Каэр Морхене. Я помню нашу первую встречу. Я не знаю, друзья, какое самое сильное. Я тренировала ее в Каэр Морхене. Постоянно вот это нам вспоминается. После второй войны с Нильфгардом, Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. Забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на разваленных стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это... неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Ну, давай, да, если тебе надо больше сведений, то да. Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Так, она видела мою смерть. Это было в Ривии. Как раз закончилась вторая война с Нильфгардом. Все еще было неспокойно. В городе начались волнения. Громили нелюдей. Я пытался что-то сделать, но... Не смог удержать бешеную толпу. Один паренек пронзил меня вилами. И Нильфер тоже умирала. Цири забрала нас на лодку. Мы поплыли туда, где цветут яблони, и там она оставила нас. Тогда я видел ее в последний раз. Добавишь еще что-нибудь? Какое-нибудь воспоминание? Давайте, если можно, добавим все для полноты. Да, есть еще кое-что. Хорошо. Но рассказывали что? Что действительно хочешь мне рассказать? Когда-то я спас ей жизнь. Я уже, в принципе, говорил, по-моему. Наша первая встреча... Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Гряды Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Вода забвений не подействовала у нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но... Уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да давай уже все. Че ж мы там тянем кота за хвост? Не спеши. У нас есть время. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но... Ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Насколько тебе можно доверять, мадам? Ну, если что, я тебя убью. Цири, дитя старше крови. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови Смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить? Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Ну вот уже начал. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Так, давайте все расскажем. Да, есть еще кое-что. Ее называют госпожой пространства и времени. Как-то я спросил, Йеннифер, почему Цири называют госпожи пространства и времени? Она путешествует между мирами. Я не могу это объяснить. Я не очень много понял из объяснения Йен. Знаю только, что речь идет о чем-то большем, чем умение перемещаться в пространство. И что кровь Цири обладает необычайной силой. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Так, друзья, давайте придерживаться того, что мы расскажем все. Да, есть еще кое-что. Она плохо контролировала способности. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннифер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но о том твоего голоса... Скрыты эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Йеннифер Атрис? Лютик? Не, ну наверняка она по Йеннифер Атрис попросила бы. Йеннифер не была в Новиграде. Была Атрис, но Цири ее так и не встретила. Может, у Лютика? Да, они очень хорошо друг к другу относились. Без заня. Настючка. Настючка. О, господи, это че что такое за взрыв? Мадам заснула сама? С Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Это что это такое? Шалфей и розмарин? Где это? Как выйдешь в город, со стороны квартала красных фонарей будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютику наследовал бордель? Я так слышала. Боже, а что у тебя с рукой? Так, ладно. Этого никто не видел. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Друзья. Интересный портрет, да? Так, дай-ка я у тебя возьму мышехвосты. Прокопатчики. И вообще, интересно, у нее интерьерчик. Я вот все обращала внимание на вот этот вот шар хрустальный, который у нее тут приливается. Я впервые вижу такое. Так, Карина, еще что-то скажешь? Просто стоит на стуле. Так, ладно, не будем ее мучить, как говорится. А пойдем себе во своясе. Где здесь был выход? Ах, ну да. За этим разговором я и забыла, что мы с вами... Старушка сразу поправилась. Стоило ведьмаку ее хорошенечко толкнуть, как старушка тут же помолодела и перестала хромать и кряхтеть, а побежала, как молодая козочка. Ни в чем не была, страшно. Точно, точно. Идемте на улицу. Там, моряк, не путайся под ногами. А мы выйдем на улицу, друзья. И здесь мы с вами попрощаемся до следующей серии, в которой наверняка пойдем... Я даже не знаю, может, мы пойдем по нашему основному заданию. Но прежде всего, естественно, мы найдем тот район, в котором продаются сельдельные сумки. Поэтому заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Огромнейшее спасибо всем, кто посмотрел эту серию. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok